В 50-х с появлением простых и дешёвых камер фотоискусство стало массовым. Наступил расцвет глянцевой фотографии. Пришло время Энни Лейбовиц, самой известной женщины в истории фотографий. На её счету лучшие обложки журнала Rolling Stone. Портреты Боба Дилана, Патти Смит, Боба Марли и Ливерпульской четвёрки. 8 декабря 1980 года именно Лейбовиц будет снимать Джона Леннона и его жену Йоко Оно для обложки его нового альбома Double Fantasy. По признанию Энни, это была одна из самых сложных фотосессий в её жизни. Я не могла отделаться от чувства, что она очень холодная женщина, а он как будто пытается её удержать. Пройдут годы, и эти снимки по-прежнему будут на обложках лучших журналов мира. Ведь это последние профессиональные кадры Джона Леннона. Через пять часов после окончания съёмки Леннон будет убит. Энни Лейбовиц была золушкой фотоискусствием. Всего за пару лет она завоевала невероятную популярность. Её знали не только фотографы, но и публика, что было редкостью. Она до сих пор называет себя портретным фотографом. Тот единственный раз, когда Лейбовиц решила заняться репортажем, приумножил её славу, но разбил сердце. Знаменитая американская писательница Сьюзан Зонток пригласила Энни Лейбовиц для работы над книгой «Женщины», в которую должны были войти около двухсот фотографий женских образов. В Сараево зонток и Лейбовиц попали в самый разгар боевых действий. Я ехала фотографировать мисс Сараева, вдруг раздался выстрел, и прямо перед моей машиной упал мальчик на велосипеде. Мы повезли его в госпиталь, но он скончался по дороге. Так родилась знаменитая фотография велосипед мальчика, убитого снайпером. После этого случая Лейбовиц категорически отказывалась снимать любые репортажи.